Свыше 5 миллиардов сотовых телефонов в этом году отправят на свалки. Таков прогноз экспертов. При этом общая масса мусора из отслужившей техники составит почти 25 миллионов тонн. Экологи отмечают, что количество таких отходов неуклонно растет. И чтобы не быть заложником их накопления, в Беларуси создана комплексная, экологически ориентированная система обращения с отходами электрического и электронного оборудования. Отжившую свой век технику собирают у населения, перерабатывают, либо же правильно утилизируют. Это позволяет обеспечить не только глубокую переработку вторсырья, но и способствует устранению угрозы загрязнения окружающей среды. Алина Лапо продолжит. Электронные отходы во всем мире накапливаются самыми быстрыми темпами. Люминесцентные, лампы, батарейки, все виды бытовой техники. Эти полезные для нашего быта вещи шли на свалку. А это вред природе и человеку. Сегодня этому есть решение. Правильная утилизация и переработка. На эти рельсы становится и Беларусь. Батареек перерабатываем более 75% того количества, что собираем. По технике перерабатываем все то, что мы собираем. Специалисты гарантируют, сознательность населения в деле утилизации растет. Элементы питания и электронные отходы содержат вредоносные токсичные вещества, которые при неправильном обращении, попав на мусорные полигоны, отравляют почву и воду. А вот батарейка или ртутная лампа, которую выбросили в специальный контейнер, на полигон уже точно не попадет и никому не навредит. По всей Беларуси установлено более 2500 контейнеров. Пришли к новой идее располагать контейнеры небольшие в жилых домах, в подъездах, чтобы было все в шагу от доступности к людям. То есть и нам увеличить объем сбора по элементам питания. Если батарейки можно отправить в специальный контейнер, то что делать с техникой? Оставить на улице и возле мусорных баков – не вариант. Электроника содержит в себе не только опасные элементы, которые несут риски, но и ценные ресурсы – черные, цветные, редкоземельные и драгоценные металлы. Правильно утилизировать электроотходы помогут специальные службы. И здесь два варианта – самостоятельно привезти в пункты приема и получить вознаграждение, либо же вызвать бесплатное профильное такси. Сложная электроника разбирается вручную. Ее делят на части, которые в дальнейшем пойдут на разные предприятия и будут переработаны. Конечно, не все элементы получат вторую жизнь. Неправильно вообще самостоятельно дома разбираться. Нужно разбирать в специализированных организациях, потому что, к сожалению, в технике, помимо хорошего, есть еще и вредные элементы, которые нужно правильно утилизировать. Наша страна занимает лидирующие позиции в СНГ по уровню сбора отходов электронного и электрического оборудования. Объемы увеличиваются из года в год, а это значит, что система обращения выстроена правильно. Например, за последние пять лет заготовка этих вторресурсов выросла в шесть раз и сейчас вплотную приблизилась к 24 тысячам тонн в год. Работа по оценке образования отходов электрического и электронного оборудования в Республике Беларусь началась с участия в международном проекте Университета ООН и ЮНЕ. По итогам работы, которые были представлены в публикации региональный мониторинг образования электронных отходов СНГ плюс Грузия 2021 года, в Республике Беларусь объем произведенных электронных отходов составил 8,1 килограмма на душу населения. Свой вклад в минимизацию электронных отходов можно сделать прямо сейчас, передав старую и сломанную технику и использованные батарейки на переработку. Польза и для экономики, и для экологии. Алина Лапо и Андрей Градобоев, агентство теленовостей.